31 миллион тенге. Такова сумма штрафов водителей с начала года, нарушивших правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. За это время специалисты транспортной инспекции проверили около 3000 самосвалов большегрузов. Составили 413 административных протоколов. Каким последствиям приводят такие нарушения, узнает Сюаба Альжанова. Дороги строят, ремонтируют, приводят в порядок. Ежегодно на эти цели из госказны выделяются внушительные суммы и, что самое важное, усилия. Но порой все напрасно и в проигрыше все, и местные власти, и жители. Казалось бы, совсем новый асфальт, а в нем уже трещины, ямы, выбоины. Во многом это вина больших грузов, которые наносят вред дорожному полотну, считают эксперты. На постоянной основе расшифровляется контроль за соблюдением автомобильными перевозчиками, правил организации и расшифровления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Данная работа проводится с сотрудниками инспекции на линии с использованием трех передвижных постов транспортного контроля, которые оснащены техническими средствами. Для повышения эффективности и качества контроля инспекция осуществляется взаимодействием с другими государственными органами. В основном это с местной полицейской службы, с местной исполнительной власти и прокуратуры. С начала года специалисты проверили около трех тысяч больших грузов, 413 водителей которых привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 31 миллион тенге. В большинстве случаев нарушают владельцы самосвалов, которые задействованы в работе по строительству и реконструкции автодорог. Выходит, что подрядчики сами ремонтируют и сами же разрушают. 10 августа, около 18 часов, в поселке Бейсколь сотрудник инспекции был остановлен для проверки грузового автомобиля МАЗ, самосвал, зарегистрированный в Российской Федерации, с перевозящей в груз инертный материал щебень. После остановки специалистами водитель данного транспортного средства самовольно покинул транспортное средство, уехал на легковое автомобиле в известном направлении. Приблизительно через час данный водитель вернулся, совершил маневр, выгрузил щебень на обочину, при этом захватив при этом часть дорожного болотна. Сотрудниками инспекции был составлен административные материалы. По части 1 статьи 462, это воспрепятствие на должном лицу, статья 571 каботажной перевозке и наложен штраф в размере 143 тысяч тенге. Чтобы сократить количество нарушений со стороны перевозчиков и усилить надзор, в каждом регионе страны созданы мобильные группы. В их составе эксперты Комитета транспорта страны. В целях оперативного реагирования по обращениям граждан касательно неправимых действий со стороны сотрудников в Ситуационном центре Комитета транспорта организован телефон доверия с наличием аудиозаписи. Посты транспортного контроля обеспечены весовым оборудованием с функцией автоматической передачи данных. А еще с лета прошлого года сотрудники транспортной инспекции используют специальные видеожетоны, которые передают данные в режиме онлайн в Ситуационный центр. Всего их по стране 102 единицы. Абай Альжанов, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова